С момента объявления экономической амнистии Садыром Джапаровым много говорилось о том, что она никаких результатов не даст. Причину видели в отсутствии законодательной базы. Уже вчера Джоорг Кукинеш рассмотрел в первом чтении законопроект об экономической амнистии. Закон об амнистии будет касаться только бизнесменов, сказала один из инициаторов законопроекта Гюльшата Сылбаева. В случае возбуждения уголовного дела за нанесение ущерба государственному бюджету, подозреваемому будет предложена возможность избежать возбуждения дела. Для этого он должен будет вернуть нанесенный ущерб в двойном размере. У этого закона нет срока действия, а представитель Верховного суда отметил, что этот законопроект вовсе нельзя отнести к нормам об амнистии. По его словам, предложения убрать с названия законопроекта слова «экономическая амнистия» не были приняты. Этот законопроект направлен на гуманизацию уголовного законодательства. Поэтому посчитали необходимым, что в названии вот эти слова по вопросам экономической амнистии убрать. И далее мы еще дополнили, что вопросы экономической амнистии, они должны решаться как бы отдельным законом, законом о добровольном декларировании и какие последствия будут при этом добровольном декларировании. Парламентария возбудила и то, что предложенные изменения в уголовный кодекс не будут касаться государственных и муниципальных служащих. На сегодняшний момент, как это не касается представителей политической элиты. У каждого представителя большое количество бизнеса переписано на родственников, на родных и близких. Это очевидно, это знает вся страна. То есть данные, нормы, которые будут применяться, они могут так или иначе косвенно относиться к деятельности политических лиц. Это надо учитывать. Этому нужно придать значение, дать ответы откровенные, обсудить. Я считаю, что просто незаконно лишать возможности обсуждения этой острой темы. Надо говорить, как есть. Это откуп, законный откуп от наказания. Заплати и гуляй смело. Закон не для бедных, для богатых. Денег нет, сиди в тюрьме. Деньги есть, откупись. Можешь заниматься контрабандой, уклоняться от налогов. Бедные должны сидеть с пустыми руками в тюрьме, должны сидеть. А богатые должны кайфовать, жировать. Вот и всё, вот про это закон. А в Конституции чётко написано – все равны перед законом и судом. Эксперты, в свою очередь, отмечают, что такая инициатива в истории суверенного Кыргызстана предлагается впервые. Идея хорошая и особенно актуальна в нынешней ситуации. Это один из способов пополнения бюджета. Но необходимо помнить о том, что закон об экономической амнистии должен быть объективным и иметь срок. Этот закон затрагивает порядка 15-16 законов. Тот же уголовный кодекс, тот же уголовно-процессуальный кодекс, налоговый кодекс, таможенный кодекс. Даже есть закон о предпринимательстве, лжепредпринимательстве, допустим, банковской тайны и так далее, коммерческой тайны. Поэтому это раз затрагивает много законов. Этот закон будет тогда, если укажет срок определенный, тогда те статьи, тех законов, которых затрагивают, они должны быть приостановлены. Разработали этот документ депутаты Марлен Маматалиев, Гюльшата Асылбаева, Аклбек Джапаров, Салайди Найдаров и Омирбек Бакиров. Вчера Джор Кукинеш принял законопроект в первом чтении. Инициаторы говорят о возможности возмещения около 500 миллионов сомов ущерба только по действующему уголовным делам, которые находятся на стадии следствия.